Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Сегодня речь пойдет о коже. Кто постоянно следит за моим каналом, кто подписан, тот, наверное, знает, что этой зимой я увлекся шитьем по коже. Ну и потихоньку осваиваю это ремесло и делюсь с вами какой-то полезной информацией. Кто не подписан на мой канал, друзья, подписывайтесь и будете, собственно, в курсе дела. Давайте начинать! На канале уже вышло несколько видеороликов, посвященных как раз таки изделиям из кожи. И, судя по комментариям, многие хотели бы заняться тем же самым, но не знают, где взять кожу, сколько она стоит. Может быть, это стоит очень дорого. Ну, в общем, какая-то непонятная история. В общем, сегодня я решил рассказать вам, где беру кожу, вот эту всю кучу кожи. И сколько вот эта куча кожи, кстати говоря, стоит тоже сегодня расскажу. Во-первых, где берется кожа. Можно заказать в интернете. Достаточно много сайтов. Гуглите, находите. Все предельно просто. Вот. Это удобный вариант. Если вам нужно сразу много кожи, да, там какой-нибудь, ну, сразу там шкуру взять, две, три, четыре. Если вы разбираетесь кожей, можете дистанционно заказать себе, зная там маркировку, зная ее название. Или там разобравшись в интернете и заказать дальше. Если вы, как я, начинающий, если вы не понимаете, какая вам кожа нужна, такая или сякая, самый простой вариант, следующий. Вы идете в мастерскую по ремонту обуви. В каждом городе, практически в каждом поселке, да даже уже в деревнях есть такие мастерские. Вы идете туда, к сапожнику, и заводя доверительную беседу с сапожником, выясняете, где он покупает кожу. Вот, собственно, и все. Вот лично я так и сделал. Я пошел в ближайшую мастерскую, говорю, слушайте, а где вы покупаете кожу? Мне вот нужен там кусочек небольшой. Он говорит, о, есть же специальный магазин, где затариваются все сапожники нашего города. Он мне говорит адрес этого магазина, я отправился в этот магазин, и там есть буквально все. Там есть нитки, иголки, и все это не очень дорого. Все это примерно сопоставило по цене с тем же самым, что заказывается в интернете, что заказывается из Китая. То есть я в Китае покупаю инструмент, и вот часть начал уже покупать в этом магазине. В магазине удобнее, потому что не нужно ждать 2-3 месяца, пока все это дело придет. И можно уже потрогать, пощупать. Можно узнать, меня не специалист. Потому что я из Китая заказал кучу инструмента, а какая-то часть этой кучи оказалась мне совершенно ненужной и неподходящей. Соответственно, приходите в этот магазин и уточняйте, а это как работает, а то как работает, а то можно посмотреть. Вот, собственно, вот и все. Это первый совет, где найти инструмент, где найти кожу для того, чтобы заняться кожевиным делом. Второй момент. Собственно, сама кожа рассказала, как можно купить в интернете, и что касается таких же магазинов. Давайте немножко о ценах расскажу. Кожа продается в дециметрах. Вот, наконец-то они пригодились, эти самые дециметры. 10 на 10 сантиметров. Ну, это примерно вот такой кусочек. Вот, такой кусочек кожи стоит от 7 до 100 рублей в этих самых магазинах. То есть, разброс цен колоссальный. Друзья, можете сами примерно посчитать. При мне женщина сегодня купила целую коровью шкуру за 2500 рублей. Ну, вот примерно такое. Сколько кошельков может получиться с коровьей шкурой? Наверное, много. Курток, наверное, не очень много. Вот, собственно, поэтому изделие из кожи стоит так дорого. Вот, но есть отличный способ, друзья. Если вы досмотрели до этого момента, вам огромное спасибо. И вот вам главный секрет, главный лайфхак. Вот эта куча кожи. 2 килограмма кожных обрезков стоила сегодня для меня всего лишь 600 рублей. В этом самом магазине на входе есть такие мешки, какие-то корзины с обрезками, с разными обрезками кожи. Собственно, начинающему мастеру, подмастерью, как угодно можно называть, вот такие обрезки, это самый топ. Потому что зачем вам целая шкура? Вы куртку вряд ли будете шить. Что вы будете делать? Вы будете делать маленькие кошелечки, вы будете делать какие-нибудь ножны, вы будете делать какие-нибудь чехольчики. Собственно, вот такой кожи для этого и хватит. Вот это все 600 рублей. Кожа абсолютно разная. Ну, там, начиная вот от такой лакированной, да, для чего она может пригодиться, для чего угодно. Я, например, вот конкретно из этого куска хочу себе сделать чехол на топор. Тут сшиваешь, тут сшиваешь, здесь кнопку, топор вставил, красный не потеряешь, яркий. Хорошо, хорошо. Вот маленькая, маленький кусочек, но она очень толстая, это кожа. Ну, и тут что-то такое для карт может тоже из этого случиться. Вот кусочек кожи, тоже ножны для ножа. Можно сделать? Можно сделать. Изделий из вот этой кучи можно сделать миллион. Синяя кожа, красная, да, любых цветов, любых форматов, любой толщины, и все это 600 рублей. Соответственно, говорить о том, что это какое-то дорогое увлечение, нет. Нет, на самом деле нет, друзья. Собственно, поделился с вами информацией. Делайте вещи своими руками, друзья. Пишите в комментариях. Если тоже занимаетесь, вот, если у вас тоже есть такое хобби, всегда буду рад каким-то советам, каким-то рекомендациям. Это был канал Миклуха Макфлай. Несколько полезных советов. Надеюсь, пригодятся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok